Привет, щеглы! Вы на канале Криптошива. И сегодня я поговорю о четвертой части Goldfinch. Именно о самой сложной, как я считаю, части это выполнение индивидуального задания. Поэтому, если тебе интересно, то ставь лайк, можешь авансом поставить и подписывайся на мой телеграм-канал по ссылке внизу. А теперь погнали! Часть четвертая состоит из того, что мы должны составить некую табличку с условиями финансирования Cardinal Financial компании, которой мы делали предыдущее задание. Ссылку я оставлю в описании на данные об этой компании. Так вот, на основании этих данных и теории из модуля А4, которую вы можете найти на YouTube, нам нужно составить список данных. Первое, это что мы пишем, это заемщик. Вы, наверное, поняли, что это тот, кто будет брать в долг. А поручить, это главная компания. В данном случае у нас есть Cardinal Nigeria, это дочерняя компания, Cardinal Global. Это главная офис, ее находится в Нью-Йорке. Коротко объясню, что задание звучит так. У вас должна быть табличка с названием и данными. И пояснение вы даете либо в конце таблицы одно-предложение по каждому пункту, либо вот сбоку, как это сделал я. Копировать не рекомендую, потому что я первый отправил таблицу. Если вы сбросите вторыми, или третьими, или четвертыми, или пятыми, то, соответственно, это будет плагиат. И если это заметят, то, скорее всего, вас дисквалифицируют. Поэтому я вам вгрузу шаблончик, который можно будет заполнить. Поручитель – это главная компания в Нью-Йорке. Кредиторы у нас группа спонсоров. Это Беккер и Голд Финч. Как я понимаю, это мы с вами. Тип кредита. Возобновляемая кредитная линия у меня. Здесь, опять же, у вас может быть разовый кредит. Возобновляемая – это то, что он может уменьшаться и увеличиться. Может быть определенная сумма, которая не меняется со временем. Очередность. Это тоже выходит из теории, из последнего модуля. То есть, кто будет отдавать долг в случае его непогашения. В данном случае Cardinal Global Limited. Здесь вы можете под свои данные подставлять, включая Фантазию. А вот сумма кредитной линии, Фантазию здесь не включу, потому что 5 миллионов написано в задании. Поэтому 5 миллионов у нас валюта StableCoin, потому что Голд Финч поддерживает StableCoin и USDC. Годовую ставку тоже свою придумайте. Это я взял ставку просто из головы. Такую, как мне бы, наверное, хотелось здесь процентов. Срок кредита. По-моему, в задании нет. У нас срок кредита или есть 36 месяцев. Задание, в общем, я вам тоже по ссылке сброшу. Погашение основной суммы кредита. У меня это амортизационное погашение. Это могут быть также разовые погашения. То есть, все тело кредита будет закрыто одним платежом в конце, по истечении 36 месяцев. Погашение кредита процентов по заиму может быть ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Я написал ежемесячно. Вы выбираете свой вариант. Финансовые ковенанты. Если вы смотрели теорию, то это данные по компании, которые, по сути, тоже у вас могут быть свои. Это требования к заемщику. Единственное, что здесь оно должно быть кратно, здесь должно быть в процентах. И эту сумму вы тоже на свое усмотрение вставляете. Портфолио ковенанты. Это какая сумма от задолженности. Какая часть портфеля является задолженностью больше 30 дней, 60 дней. То есть, у вас есть требования к заемщику, чтобы, к примеру, в портфеле просрочки более 30 дней было меньше 10%. А просрочки более 60 дней – 8%. Здесь также можно добавить просрочку более 90 дней и указать свой процент. Наверняка он должен быть ниже, чем, к примеру, просрочки 30 дней. И коэффициент убытков – это невозвращенные кредиты по портфелю в целом. Опять же, цифры вы выбираете, варьируете свои. Если можете их объяснить, то потом здесь или под табличкой объясняете, почему вы выбрали именно такие цифры. И информационные коваленты – это то, что мы в информационном плане будем требовать заемщика и имеем на это право. А именно, в данном случае, это ежемесячный отчет по ковалентам портфолио. Он может быть ежеквартальный, ежегодный. Как вам заблагорассудится? Я выбрал ежемесячный. Также ежеквартальный отчет по финансовым ковалентам. Это вот они здесь. И ежеквартальный финансовый отчет компании. То есть, мы учили это в предыдущих частях. То, из чего состоит финансовый отчет, зачем он нужен, и для чего его знать кредитору. Там очень много данных, которые необходимо знать при выдаче кредита, либо когда уже выдали кредит, для того, чтобы следить за тем, как компания в каком она положении находится. Так вот, этот отчет мы тоже можем запрашивать. В данном случае, не чаще, наверное, чем ежеквартально. Здесь потом ребята вам выставляют комментарии свои. И поэтому в настройках доступа нужно разрешить комментарии. Вот они здесь. Точно так же и вы оставляете два комментария. Находите в челлендж 4. Находите такие же отчеты и оставляйте свои комментарии, потому что тоже будет одно из заданий, которое вам следует выполнить. А потом ссылку на комментарий. Вот таким образом вы копируете ссылку и вставляете в одном из заданий. На этом, в принципе, у меня все. Я надеюсь и желаю вам, чтобы у вас все получалось. И чтобы у вас было хорошее настроение на любом рынке. На этом все. До пятого модуля. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok